Друзья, всем привет! Сегодня сделаем обалденную закуску домашний твердый сыр с копченым мясом. Такую закуску не стыдно поставить на любой праздничный стол, но у нас в семье больше всего любят такой сыр вместе с кофе или же чаем по утрам на завтрак. Итак, в самом начале нам нужно приготовить наполнение для сыра. Берем небольшой пучок укропа и стараемся его очень хорошо измельчить. Затем мы берем любое копченое мясо. Каждый раз, когда вы будете использовать другое мясо, будет другой вкус. Например, сегодня у меня будет копченое куриное филе и постараемся его нарезать на небольшие кубики. Все нарезанное кубиками мясо отправляем в тарелку к укропу. Если оно смешается, ничего страшного. Далее, самое основное, нам понадобится домашний творог. У меня сегодня здесь ровно один килограмм. С утра вышел на рынок и у бабушек приобрел. Берем глубокую кастрюлю с таким расчетом, что у вас сюда поместится один килограмм творога. Его нужно будет хорошо измельчить и сюда же нужно будет добавить один литр домашнего молока. Почему использую все домашнее? Потому что из них наиболее хорошо и наиболее удачно всегда все получается. Но если видео понравится зрителям и наберет много лайков, я повторю такой рецепт, но уже из магазинных продуктов. После того, как вы в кастрюлю отправили весь творог, берем домашнее молоко и вливаем сюда один литр. Если вы вольете сюда немножко больше, примерно литр и сто грамм, ничего страшного. После этого берем либо большую ложку, как у меня, либо деревянную лопатку. И очень хорошо нужно перемешать творог и молоко. Таким образом, чтобы творог имел как можно меньшие крупинки. Далее кастрюльку устанавливаем на плиту на самый маленький огонь. И вот так вот постоянно помешивая, ни на минуту не покидая кастрюльку, не оставляя ее одну, нужно довести вот это все почти до кипения. Во время того, как вы будете постоянно помешивать и вот так вот немножко разминать, будет такое ощущение, что творог начинает прилипать ко дну кастрюли. И такое ощущение, что он как будто бы пригорает. Это не так. Сыр начинает становиться таким, как будто бы резиновым. Это значит, что он начинает по чуть-чуть плавиться. И с этого момента нужно быть уже внимательным, потому что сейчас очень хорошо будет видно, как молоко превращается в сыворотку. Смотрите, молоко уже стало таким более желтым и более, так сказать, больше похожим на воду. Это уже начала отделяться хорошо сыворотка. А все полезные продукты, которые были в молоке, они хорошо впитались в наш творог, в будущий сыр. И смотрите, сыр встает, такое ощущение, как будто бы больше-больше рассыпчатым, но в то же время, так сказать, он больше слипается в кучу. Ну вот посмотрите, примерно минут 20 у меня прошло на плите. Жидкость наша еще не закипела, так и должно быть. Сыворотки стало намного больше, а творог, такое ощущение, как будто бы уменьшился в два раза. На этом этапе нужно будет плиту выключить огонь. Еще минутки две хорошо все перемешать, так чтобы к дну кастрюли ничего нигде не прилипло. Берем еще одну кастрюлю с мелким-мелким ситом. Если же у вас нету такого мелкого сита, можно воспользоваться медицинской марлей. И очень хорошо полностью все, что есть в кастрюле, в той, что мы варили, мы процеживаем через вот это сито. На сите должен остаться полностью весь вот такой вот творог, который после того, как мы выбросим все с кастрюли, кастрюлю в этом случае мыть нам пока что не нужно, мы выбрасываем и вот так вот ложкой еще раз хорошо отжимаем. Нужно постараться как можно больше жидкости удалить из этого творога. Берем ту же кастрюлю, в которой мы все варили, и вот тот творог, который у нас сейчас на сите, мы отправляем обратно в эту же кастрюлю. А сыворотка, которая у нас осталась, ее можно использовать для приготовления блинов, или же когда она остынет, просто вот так вот налить в кружечку и тоже очень хороший и полезный напиток. Далее в эту кастрюлю к творогу нужно отправить одну чайную ложку соли без горки, одну чайную ложку пищевой соды тоже без горки. Далее сюда нужно добавить примерно 100-120 грамм сливочного масла и вбить одно куриное яйцо. Яйцо, конечно же, можно не добавлять, но как по мне, яйцо придаст сыру нашему более такой желтый красивый цвет. Под кастрюлей опять-таки включаем самый маленький огонь, который только возможно. Начинаем очень хорошо все перемешивать и ждем того времени, пока полностью хорошо растворится яйцо и очень хорошо расплавится масло. После этого, постоянно помешивая, не отходя от кастрюли ни на шаг, дожидаемся тех пор, пока сыр начнет очень хорошо плавиться. Вы это хорошо заметите, потому как его будет уже сложно мешать. Он станет таким густым-густым, таким как будто бы настоящий сыр расплавлен в микроволновке и он такой тягучий-тягучий будет. Ну и вот посмотрите, прошло уже минутки 3-4. Сыр начал хорошо сплавляться в один большой комок и он начинает так, как будто бы уже тянуться за ложкой. Хорошо к ней прилип и сложно начинает все мешать. В это время хорошо еще раз перемешиваем. Берем начинку, ту, что мы нарезали в самом начале и полностью все отправляем в кастрюлю. Еще раз очень хорошо размешиваем так, чтобы вся начинка, которую мы бросили в кастрюлю, очень хорошо распределилась полностью по всей сырной массе. Перемешивать нужно будет еще примерно минутку-полторы, больше вы мешать уже просто не сможете. После того, как мешать стало очень сложно, выключаем хорошо огонь и снимаем кастрюльку с плиты, чтобы она уже не нагревалась. Дальше я беру фольгу и на фольгу, на один лист выкладываю ровно половину той массы, которая у нас есть в кастрюле. Смотрите аккуратно, потому что все очень горячо и смотрите, как сейчас вот этот сыр, он как будто бы тянется, как будто бы он только что расплавлен в микроволновке. Далее вот это все, что у нас есть, нужно постараться аккуратно свернуть в виде конфетки, в виде батона колбасы, чтобы сыр у нас был уже действительно похожий на самый настоящий сыр. Фольги в этом случае одного вот такого вот слоя будет мало, потому что она будет вам сейчас рваться. Посмотрите, у меня немножко порвалось, поэтому лучше сразу же все уложить на два листа, три листа фольги, так вам будет более аккуратно, более хорошо свернуть вот такой вот батончик. После того, как вы хорошо все свернете батончиком, старайтесь в края как можно лучше уплотнить, чтобы ваш батончик был как можно больше плотнее. Точно таким же образом мы сворачиваем еще один батончик, отправляем в него полностью оставшийся сыр, который был в кастрюле. Затем вот эти два батона сыра, которые у вас получились, нужно хорошо остудить. Вначале остужаем при комнатной температуре, а затем, когда они более менее уже будут холодными, нужно будет все установить в холодильник. В моем случае все будет в холодильнике стоять целую ночь. Ну а с утра мы разрежем и посмотрим, что же у нас получилось. Итак, сыр у меня простоял в холодильнике ровно целую ночь. Он стал уже твердый, такой как будто бы это действительно колбасный сыр получился. Разворачиваем его, убираем полностью всю фольгу и по итогу у вас должна будет получиться вот такая вот необычная красивая штука. Берем нож, разрезаем вначале пополам, чтобы показать, что получается в разрезе. Смотрите, сыр нигде не лопнул, нигде не разваливается, разрезается очень хорошо. Ну а по вкусу, друзья, получается просто бомба, а не сыр. Нарезаем все на вот такие вот небольшие дольки. Разрезается, повторяюсь, еще раз очень хорошо. Ничего нигде не разваливается. Форму держит очень отлично. Подать такой сыр не стыдно даже на любой праздничный стол. И я уверяю вас, что ваши гости останутся просто в восторге от вкуса и от вида. Ну что ж, друзья, вот такая вот необычная красота у меня сегодня получилась. Вкус, аромат просто бомбезный. Ролик, конечно же, немножко затянулся, но как я не старался. Короче, сделать не получается. Хотел полностью все рассказать, чтобы у вас все хорошо получилось и с первого раза. Смотрите, такой сыр можно сделать даже и без наполнителя, без зелени, без мяса. Получится просто как будто бы обыкновенный сыр. Его можно использовать для приготовления пиццы. Ну а если у вас будет какая-то фантазия другая и вы в наполнитель сделаете что-то свое, что-то другое, я уверен, будет просто бомба, просто класс. Если вам понравилось, как обычно, лайк, подписка, колокольчик. Не понравилось, поставьте дизлайк. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. Всем пока, всем до скорой встречи на канале Аппетитная Кухня.